Конец магов нельзя оттягивать. Это от Гейба. Докторская камса. Люблю. Молодец, суки, ребята. Сын собаки. Хочешь этот рингтон на свой мобильный? Ой, а в смысле, хочешь эту озвучку в свою доту? Сегодня я расскажу, как её установить. После прошлого ролика «Олды помнят» вы просто закидали меня сообщениями. И поэтому я решил рассказать, как же всё-таки поиграть с той самой озвучкой от Strategic Music и что же будет с официальной русской озвучкой от Valve. Ну а в виде приятного бонуса ты сможешь выбрать индивидуальную озвучку для каждого героя. Хочешь Баунти Хантера от Снейл Кика, а всех остальных на английском? Легко. Моё ремесло нравится не всем. А теперь самое главное. Для работы этой озвучки тебе придётся скачать сторонний лаунчер. Я никак не связан с этим проектом и не несу за него ответственность. И мне ничего не платят за его рекламу. Я лишь даю тебе информацию о том, как поставить доту эту русскую озвучку. Потому что я считаю, что эта информация будет полезной. И ещё, пожалуйста, обрати внимание на вот этот случай. Недавно одному юзеру реддита дали бан на 20 лет без объяснения причин. Он поднял кипиш и бан сняли. А сотрудник Valve написал, чтобы он не пользовался сторонними программами, влияющими на работу доты. По идее, лаунчер-созвучка не должен влиять на работу доты. Но я его не разрабатывал, поэтому гарантировать этого я не могу. А ещё, мало ли какое правило завтра придумают Valve. Короче говоря, устанавливайте на свой страх и риск. За удовольствие надо платить. Ну а теперь к сути. Если тебе интересна судьба русскоязычной озвучки от Valve, а также ты хочешь узнать, каких героев действительно стоит заценить от Strategic Music, то присаживайся поудобнее. Топ-контент на подходе. Ну а если же ты просто пришёл за инструкцией по установке озвучки, то вот здесь вот я оставлю тайминг на подробную инструкцию. Кристалл, богиня морозной свежести, как я рад. Для объективности я должен вначале рассказать про хорошую сторону озвучки от Strategic Music. Да, была и такая. Например, у них получились достойный Пак, Обник и Котл. Так что не думайте, что вся озвучка это сплошные рофлы. Ковчеги ночи, новый ной, я жду в разливе рис, сейчас придут. Плохая новость заключается в том, что некоторая озвучка была экспериментальной, и в итоговый вариант она не вошла. Поэтому на данный момент послушать Луну Украинку без эмоционального Рики и Огора Хованского никак не получится. Ой-ой-ой, ушки-ой-ой. Зато вы сможете поиграть с Bounty Hunter от Snail Kick'а, Фуриона Белоруса, а еще вы сможете порофлить с того самого сикера-кавказца, про которого был коммент в прошлом ролике. Ты куда? Подожди. Сын собаки. Кстати, о топ-комментах. Вот же они. Не забудь свой лайк и коммент, а я пока продолжу давать инфу. Говоришь, Пашка возбуждающая? Послушай-ка это. Тебе ведь правда понравилось. Да, зайка? Э, руки на столе. На столе я кому сказал? Батл Фьюри, теперь ты мой. Помимо этого есть тот самый царь чертей с Конституцией, а еще скрытный дед Габен. Ась есм царь. Это от Гейба. Видишь, расщедрился скаридный дед. Ну и куда же без знаменитого колдунья. Колдунья. Колдунья собачья. А вишенка на торте это африканский вич-доктор. Привет, меня зовут Шаминдра. Я буду заучивать Азу. Еще раз? А кто послал за доктором? Раки. Скорая помощь ждет. О-е-е. А еще пару человек заметило, что антимага озвучил известный КС-комментатор. Правда, в то время он еще не был известен. Друзья, всем привет, с вами Леша Пчелкин. И сегодня я буду озвучивать антимага. Конец магов нельзя оттягивать. Так что, если хотите что-то узнать про конец магов, то пишите ему вконтакте и передавайте привет. Многие спрашивали меня, а что же случилось с официальной озвучкой Valve. И я решил узнать об этом у Аларика. Это, если что, бывший сотрудник Valve, тот самый, которого спамил Кузьменко. Аларик сказал, что на момент его ухода работы велись по плану. Ну а дальше он просто этой озвучкой уже и не интересовался. Тогда я попробовал сам разузнать, что же произошло с этой озвучкой. Но, к сожалению, толкового ответа мне получить не удалось. Тебя обглодают морские петухи, старина. Получается, что Valve забили на русскую озвучку доты? Да и ладно. Самое время рассказать о решении этой проблемы. Идейным продолжателем Strategic Music стал проект Dota Sound. Причем они предлагают не только озвучку от Strategic Music, а еще и героев от Dota 2 Vo, да и сами они записывают недостающих персонажей. Грядет темная луна. Хороший план. Лунный всадник здесь. Идем. Эти ребята сделали довольно удобный лаунчер, позволяющий выбрать озвучку для каждого героя отдельно. Итак, для установки русской озвучки в доте вам нужно зайти на сайт dotasound.ru и скачать лаунчер. Потом запускаете скачанный экзешник, хоть на него слегка и ругается винда. Выбираете удобный путь и завершаете установку. Галочку на запустить оставляйте. После первого открытия вам надо будет подождать, пока все файлы озвучки скачаются к вам на комп. Когда лаунчер пишет проверка, это значит, что идет закачка. Весит вся озвучка около 1 гига. Пока вы ждете, обязательно зайдите в настройки доты и включите русскую озвучку, иначе ничего не сработает. Для этого в стиме клацаем правой кнопкой по доте, выбираем свойства, заходим на вкладку язык и выставляем русский. Когда озвучка скачалась, жмакайте кнопку выбрать озвучку и вы увидите главный экран лаунчера. Серым здесь показаны герои вообще без озвучки. DS это озвучка дота саунда, она же Strategic Music плюс дота 2 Vo. VL русская озвучка Valve. Ну а сброс к стандартной английской озвучке происходит по кнопке Ing. Этот лаунчер очень гибкий и позволяет комбинировать озвучки. Если вы сначала выберете Valve, а потом DS, то на героях с двумя озвучками будет отдано предпочтение Кузьменко. А если сначала кликните DS, а потом Valve, то Кузьменко будет рассказывать про колдуньё только на тех героях, у которых нет озвучки Valve. А теперь представим, что вы хотите порофлить с царя чертей, но остальных героев хотите обычных. Тогда просто клацайте по портрету Папича и выбирайте ему озвучку с буквой S. Это работает на любом герое. Вот я переключаю озвучку дровки. Когда закончите настройку, нажимаете применить и всё будет готово. Запускаете игру и... Кстати, в лаунчере можно выбрать и этого событийного комментатора. Для этого просто перейдите на вкладку комментаторы вверху лаунчера. Ну а ещё здесь есть окошко настроек и патчноуты, но на первое время они вам особо не пригодятся. Напоследок скажу, что задача DotaSound это записать всех героев, которых не озвучили ни Valve, ни Кузьменко. И таких, кстати, немало. Так что всё ещё остаётся шанс услышать всех героев на русском языке. И на этой оптимистичной ноте самое время поставить лайк и написать коммент. Ну и не забудь глянуть вот эти два видоса.